В продаже появилось очень большое количество силиконовых молдов различных форм и размеров. Я хочу показать вам, как можно сделать самим такой силиконовый молд. Для этого вам понадобится крахмал и силиконовый герметик. Герметик я покупала в Леруа Мерлен. Крахмал продаётся в любом магазине. Я брала картофельный. Мы высыпаем крахмал в ёмкость какую-нибудь. Подготовьте специально для замеса теста. И на крахмал выдавливаем герметик силиконовый. После этого мы начинаем потихоньку замешивать тесто. Должны мы обязательно работать в перчатках, потому что герметик будет липнуть к рукам. Руки у вас будут потом грязные. А так вы обезопасите свои руки от прилипания герметика. Аккуратно подсыпая на герметик крахмал, мы замешиваем тесто. Месим и добавляем крахмал до тех пор, пока герметик не перестанет прилипать к рукам. Можно вымешивать не сразу весь герметик, выдавливать из тюбика, а определенное количество, которое вам надо для изготовления молдов. Есть у меня вот такие гипсовые картины. Я решила использовать их для изготовления молдов силиконовых. Есть у меня еще фигурка ангелочка. Тоже решила сделать, попробовать из нее форму силиконовую. Так что берем тесто, отламываем кусок, который тебе нужен для изготовления этого молда. И я вот смазала форму гипсовую подсолнечным маслом и налепила на нее силиконовую лепешку. Затем дала ей просохнуть сутки. И когда у керметик уже засох, эта силиконовая форма готова уже к использованию. Я отделила ее от основания гипсовой картинки. Получился у меня такой отпечаток четкий. Правда, плохо было то, что все-таки эта фигура была не очень объемная. Все-таки, если бы она была пообъемнее, было бы, я думаю, лучше. Итак, я сделала себе необходимые молды, которые мне понадобились для изготовления картины, которые я задумалась сделать. Для изготовления всех этих молдов мне понадобилось один тюбик герметика и пачки примерно две крахмала. Это получается примерно чуть больше 200 рублей. Я думаю, что это не так уж и дорого для стольких молдов. Затем на полученные молды с помощью специальной самозатвердевающей массы, которую я купила в Леонардо, я стала наносить эту массу на молды частями. Размять надо сначала ее в руках хорошенечко. И потом, если большая площадь молда, то можно частями наносить эту самозатвердевающую массу, после дать ей высохнуть. И можно уже использовать готовые фигурки для работы. Если вам надо приклеить детали не на ровную поверхность, а, например, на банку какую-нибудь, то вы можете снять с молда эту еще не высохшую деталь и приклеить к нужной вам дугообразной поверхности. Но надо иметь в виду, что иногда эта смесь дает усадочку небольшую и немножко может ее покоробить, эту заготовку. Для изготовления заготовок мне понадобились не только силиконовые молды, но я еще использовала и приспособления, то, что у меня были дома. Вот такие у меня были наконечники серебряные от карниза. Я их использовала. Также зажимы для штор. Так что дерзайте, пытайтесь найти. Может, тоже в доме у вас есть какие-то вещи, из которых вы можете сделать заготовки для своих творческих работ. Удачи вам, друзья, в ваших творческих работах. Хочу, чтобы ваше творчество приносило радости вам и вашим близким. Спасибо, что смотрите мое видео до конца. Подписывайтесь на мой канал, ставите лайки. Всего вам доброго, друзья. Всего хорошего. Удачи вам.